Если вы говорите обо всей оппозиции, широкая оппозиция, а если вы говорите только о демократах, то я считаю, что это безнадежное дело, потому что они все равно, как бы они ни объединились, они не наберут много процентов. Дело в том, что у нас демократию и либерализм, все это, грубо говоря, сговнил Гайдар, поскольку шоковой терапией он лишил 70 миллионов вкладчиков сбережений. На самом деле вкладчиков было 150 миллионов, но там как-то получается, что на одну семью было 22 иногда заперкнижки. Так вот, около 70 миллионов семей он лишил просто вот всех сбережений. И как вы хотите, чтобы после этого кто-то голосовал там за ним? Солова во множестве. Ну, безусловно, кто-то будет голосовать. Но это абсолютная иллюзия. Я вот Гарри Каспарову говорю, Гарри, не идите вы туда, к этим множество раз побитым идиозным фамилиям. Вы свежий человек, свежий на этом фоне, потому что вы не занимали должности в 90-е годы. А нанесен был ущерб людям и финансовым, и ущерб их психу. Теперь еще пройдет много поколений, пока люди будут серьезно относиться к демократам и не будут считать их захватчиками и теми, кто раскулачивал российских граждан в 92-м году. Шоковая терапия нанесла огромный ущерб. И демократы зря вот это кучкуются, это бесполезно. А Каспарову с его чистым на сегодня именем нельзя туда подходить, к этой толпе. Я ему множество раз говорю, но, видимо, он не всегда меня слушает, и его тянет к классово близким. А вот широкая коалиция, безусловно, нужна. Вот я считаю, что большое достижение, что мы сумели объединить усилия. Вот я и мои сторонники, и АГФ Каспарова. Это практически противоположные идеологии. Но это дает хороший коктейль. И люди сегодня приходят на марши несогласных. Они не приходят пока в количестве десятков тысяч, но они приходят в наибольшее количество было в Питере 3 марта прошлого года. До 7 тысяч человек, по оценкам всех, любых наблюдателей. И они приходят именно на это. А если соберутся десяток битых генералов, немцов, еще кто-то там, то люди себе почешут репу, знаете, и скажут, вот, не пойдем, опять эта тусовка, эта компания. Люди не понимают, что репутации существуют, политические репутации, и они могут быть разрушены. И они разрушены у таких людей, как немцов. Он молодой человек, но его репутации уже ничего нет. Почему? Если он сядет в тюрьму, может быть, а потому что он был вице-премьером в те годы, когда у людей все отбирали. Поэтому ни для кого, никогда, это только плохие политики могут поверить в то, что объединившись, вот, много-много плохих генералов создадут полноценное войско. А войско-то, оно все равно маленькое остается, да? Оно тоже. Еще более того, они будут бороться за место главнокомандующего. Ну, изберут кого-нибудь, какое-то время будут подчиняться, а потом перестанут, потому что они генералы. А я вот считаю, что важнее лейтенанты, важнее солдаты, важнее новые люди, которых надо привлечь. Продолжение следует...